Всем большой привет! Сегодня у нас будет на ремонте нетбук ASUS Вот такой маленький нетбук Называется он ASUS EAPC 1025C Этот нетбук у меня уже второй раз Первый раз я от него ремонтировал зарядку Если кто помнит Если кто смотрит мои видео То вот от него эта зарядка Несколькими видеороликами раньше Я восстанавливал на ней провод Она не работала Теперь дело дошло и до самого нетбука Дело в том, что Клиент принес его к нам С оговоркой, что он перестал включаться После того, как постоял ночь на зарядке И после этого почувствовал еще запах гари После того, как мы его вскрыли Мы обнаружили вот такую неприятную вещь Выгорело все вокруг разъема ВГА и дисплея То есть здесь была проблема по питанию Которая повлекла за собой Вот такой вот прогар С отслоением вообще текстолита То есть здесь просто крошится плата Что мы сделали? Мы заказали на Авито новую плату для этого нетбука После того, как эта плата приехала Мы поставили ее в нетбук И сдали клиенту Ну, соответственно, протестировав Спустя некоторое время Клиент говорит, что у нас происходит отвал чипа видеопамяти Либо просто отвал видео Сейчас его включу Он работает от батареи Но после того, как я снял батарею Он включается долго достаточно В общем, один из симптомов Это не вход в рабочий стол Не выход в Windows на рабочий стол И ошибка по видеодрайверу Так как здесь все сделано на одном процессоре Вот он, скорее всего, отвал на той платье процессора Сейчас подождем, пока ноутбук загрузится Сейчас ноутбук спокойно загрузился Потому что отключен видеоадаптер, скорее всего В этом сейчас мы убедимся Я захожу в диспетчер задач Как видно, здесь видеоадаптер Он с значком восклицательного знака в треугольнике Это значит, что произошла какая-то ошибка Видеоадаптер не работает Посмотрим, что у него есть в свойствах Это устройство было остановлено Поскольку сообщило о возникновении неполадок Скорее всего, чип, который стоит сейчас здесь Здесь он в отвале И отвал конкретно видеоадаптера Что можно попытаться сделать со всем этим Я хочу попытаться отсюда снять процессор И перекинуть его на ту плату Но есть несколько важных моментов Которые могут этому попрепятствовать Во-первых, у меня нет трафарета Чтобы перекатать процессор на шары И поставить на другую плату То есть придется все это делать, скорее всего, вручную Второй момент Нет схемы на эту плату То есть я не могу понять, работает ли процессор Или не работает Или он сгорел от того, что были проблемы по питанию Это тоже остается для меня неизвестно Единственное, что я могу сделать Это замерить сопротивление на всех дросселях Если будут где-то проблемы Выпаю процессор И посмотрю, как эта проблема изменится Уйдет ли заниженное сопротивление или нет Я беру мультиметр Просто ставлю его в режим прозвонки И начинаю по всем дросселям проходиться щупом Начинаем с нижних 470 мВ 480 мВ 500 мВ 460 мВ 91 мВ Здесь достаточно заниженное сопротивление А здесь и вовсе короткое замыкание Непонятно, какие дросселя к чему относятся Единственный способ узнать Выжил ли процессор предварительно Хотя бы была какая-то надежда на него Это выпаять его с платы Чем я сейчас и займусь Для того, чтобы выпаять его с платы Нужно для начала будет снять компаунд Который его держит И нагреть его на проемной станции Которую у меня уже подготовлен Самое главное сейчас Это безопасно снять компаунд Он находится здесь По краям процессора Сниматься он должен феном И посмотрим, насколько это будет Безопасно для самого процессора Потому что прозрачный компаунд Насколько я знаю Снимается очень тяжело Проще всего снимается красный компаунд Который от нагрева просто отслаивается И все, и снимается Что ж, будем пытаться Снимать компаунд На фене я выставляю где-то Ну, 200 градусов пусть будет Нет, много Пусть будет 150 И будем пытаться снимать компаунд Ну что ж, одну сторону я снял В принципе, достаточно неплохо Будем продолжать Как видно, компаунд снят Теперь ничто не препятствует Снятию процессора Будем подогревать нижним подогревом Максимально возможную температуру Потому что эту плату мне не жалко С ней можно делать все, что угодно Лишь бы процессор был жив и здоров После выпайки Один из ключевых моментов всего видео Это мы сейчас узнаем Жив ли был процессор С сгоревшей платой или нет Один щуп я ставлю на минус А вторым касаюсь проблемного дросселя И на дросселе у нас увеличивается сопротивление Потому что плата остывает сейчас И из-за этого сопротивление увеличивается Что ж, скорее всего Процессор у нас труб То есть простая замена Процессора со старой платы на новую Не произойдет Видимо, источником проблем Все-таки являлся процессор Потому что он, видимо, замкнул на себе питание свое И после этого начались проблемы Уже с питанием непосредственно Возле разъема Посмотрим остальные дроссели Да, что ж, печально Я думал, что перекину процессор Просто с старой платы на новую И все будет прекрасно работать Что ж, придется, скорее всего Заказывать с Алиэкспресса новый процессор И впаивать его на плату Итак, ребята Я нагуглил Сколько можно информации по этой плате И по этому процессору Который в ней установлен Получается, что у нас есть здесь контакты Которые можно прозвонить И убедиться, какой контакт К какому дросселю или питанию относится Значит, у нас, например, здесь есть Точка с массой С минусом И проблемный дроссель, который был запаян И звонился на землю Когда был процессор У нас выходит вот в этой точке Сейчас вам покажу Он звонится здесь И звонится здесь И звонится здесь Вот в этих двух точках я его нашел Потому что подробную распиновку на этот процессор я не могу найти Нашел методом тыка В общем, эти точки звонятся Понятно, что этот дроссель относится к этим точкам И я беру процессор, который был здесь установлен Его ключ, который стоял здесь Я его переворачиваю То есть у нас получается вот такое расположение И я пытаюсь прозвонить эти точки Которые были на плате И прозвонить их между собой То есть я тут нахожу массу Одним щупом И касаюсь другим щупом контакта Который относится к дросселю Рядом с ним контакт звонится Нормально, без проблем А соседний звонится коротко на землю То есть это значит, что Посажен был контакт Вот от этого дросселя На землю Он здесь звонится Полностью А сейчас между землей Плата с этим дросселем уже не звонится Здесь показывает напряжение А здесь получается, что у нас пробит процессор Одна из его линий И, к сожалению, из-за этого он звонился Накоротко с этим дросселем Это дроссель формирования напряжения полтора вольта Судя по плате, который я нашел от другого нетбука Я решил отреболить вручную процессор Потому что трафарета сейчас нету Реболить, в принципе, тут не особо много Вроде как получается И посмотрим, что получится после того, как Все шары встанут на место Ну что ж, я отреболил процессор Получилось достаточно неплохо Немножко пришлось в некоторых местах переделывать Потому что шары просто слипались Из-за того, что очень маленькое расстояние между шарами Но, тем не менее, все получилось Ну, в принципе, без трафарета можно Свободно рыболить, если у вас хватает терпения Сейчас этот процессор запаяю на плату Мы пройдемся по основным дросселям И посмотрим, получился ли эксперимент Наконец-то я запаял процессор Еще раз на всякий случай скажу, что Есть две платы Одна сгоревшая, другая была куплена на Авито Получается, у сгоревший процессор В коротком замыкании по линии полутора вольт Этот процессор, который страдает от отвала видео Я отреболил в надежде на то, что это поможет Понятное дело, что это не инструмент, грубо говоря В решении этой проблемы, потому что, скорее всего, здесь отвал кристалла от подложки А не процессор от платы Но, тем не менее, есть надежда на то, что все будет хорошо Ставлю плату И пройдемся по дросселям В надежде на то, что все будет в порядке Самый основной дроссель, который меня интересует, это этот Здесь 100 Ом Это, в принципе, очень даже хорошо Остальные дросселя 118 102 Почти что килоома Отлично Полуторавольтовый дроссель у нас 100 с лишним Ом И, я так понял, по мере охлаждения платы Он будет становиться все больше и больше Отлично Это дает надежду на то, что сейчас плата запустится И после того, как она запустится Она должна подключить видеоадаптер, чтобы он работал исправно И будем в таком случае уже тогда тестить плату полностью Сейчас я немножко подсоберу нетбук И попробуем его включить вместе с вами Ну что ж, нетбук я немножко подсобрал Запуск будет от батареи Она, насколько я помню, была заряжена на тот момент, когда я ее включал в последний раз Честно говоря, немножко я волнуюсь Но это всегда так Без этого никак Если не волноваться, значит все было зря Вставляю батарею И пробуем включить Отлично Есть картинка В общем, все отлично Сейчас мы Что-то он просит Просит у нас поменять настройки BIOS Либо нажать F1 Клавиатуры сейчас нету Сейчас я ее подключу Прям при вас Так, я вставляю свисточек От клавиатуры Это должно помочь Нажимаю F1 Так, тут нам ничего не нужно Перезагружаемся Происходит загрузка Windows Самое смешное будет, если сейчас Видеоадаптер так же не будет работать Я буду просто смеяться в голос от этого И говорить клиенту, что придется ему покупать новый процессор Ну, будем надеяться, что этого не произойдет Вот мои пальцы, которые скрещены На этом моменте Так, ну, судя по разрешению крана Я вижу, что все в порядке Что нету проблем с видеоадаптером Я сейчас открою мой компьютер Так, какой-то драйвер даже устанавливается Интересно, что это такое Неужто ли это видеодрайвер? Нет, это... А, это клавиатура Ну, видеодрайвер-то я не должен был устанавливаться Потому что до этого-то он тут был Ну, сейчас видеоадаптер Видно, что он работает Все с ним в порядке Нужно будет тестировать этот ноутбук По полной просто программе Особенно в видеоприложениях Можно какие-то игры загрузить Но я думаю, что это, наверное, вряд ли поможет Я собираю этот ноутбук Он будет тестироваться до тех пор Пока он либо не отправится владельцу С оговоркой на то, что Возможно, когда-нибудь произойдет Снова история с отвалом процессора И придется его просто менять Либо я выявлю какую-то еще проблему Если она будет, я обязательно это сниму Ну что ж, вот такое вот видео Получилось достаточно длинное Достаточно сумбурное Я, как видите, к ним не готовлюсь Я не пишу больше сценарий Я снимаю все вживую Как это происходит на самом деле Без всяких там Так сказать, сюжетных каких-то линий Вот все, что есть, все перед вами Всем спасибо, что посмотрели Всем спасибо, что смотрите Не болейте И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok